Лучше всего венчестерами владели индейцы. В вестернах персонажи если не дерутся на кулаках, то выясняют отношения с помощью кольтов или венчестеров. Правда в отличие от детища Самуэля Кольта, его более дальнобойный собрат, хотя и приобрел репутацию оружия покорившего Дикий Запад, так и не удостоился официального признания со стороны военного ведомства США, за что американской армии пришлось поплатиться. Генеалогия венчестера восходит к ружью Ханта Риппетера, которая появилась на рынке в 1849 году и привлекла внимание необычностью затворного и ударно-спускового механизмов. Под стволом помещались два рычага, один из которых предназначался для подачи патрона, а другой для удара по капсулю. Инженер Льюис Дженнингс эту экстравагантность оценил и создал свой вариант с подствольным магазином и управляемым рычагом-затвором. Другой инженер Бенджамин Генри довел эту модель до серийного выпуска. Чуть позже к делу подключился предприниматель из Нью-Хевена Оливер Фишер Винчестер, 1810-1880 годы жизни, сколотивший капитал на строительстве, а затем основавший фирму, изготавливавшую мужскую одежду. Следуя правилу, не складывать все яйца в одну корзину, часть средств он вложил в оружейный бизнес, а точнее в компанию Валканик Репетинг Армс, выпускавшую самозарядные винтовки. Став главным акционером Валканика, Винчестер переименовал фирму в Нью-Хевен Армс и пригласил Бенджамина Генри на должность главного инженера. Тот переориентировал производство на выпуск новой модели с расположенным под стволом магазином на 15 патронов. Заряжать магазин приходилось через дуло, зато благодаря рычагу скобей из этого оружия могло производиться до 25 выстрелов в минуту. США как раз подоспела гражданская война, и хотя бюрократия не спешила закупать винтовки Генри 1860 года, рядовые обыватели массово покупали изделия фирмы Винчестера, выкладывая за них по 50 долларов наличными. А потом начали поступать заказы и от армии федератов. В общем 5 лет дела компании Винчестера шли отлично, но война вскоре закончилась. И чтобы удержаться на плаву, потребовалось предложить нечто новое. Здесь проявил себя инженер Нельсон Кинг, продавший Винчестеру свое изобретение затворную коробку с отверстием и подпружиненной крышкой. Теперь магазин можно было наполнить через казенную часть, устранив главное неудобство. Так фирма, переименованная Винчестер Рэббитинг Армс, предложила публике новый продукт, который назывался Винчестером 1866 года. По цвету, изготовленной из латуни ствольной коробки Винчестер, прозвали Йелло Гай, желтый парень. Из такого оружия было очень удобно палить, сидя верхом на лошади, что привлекало горячих парней, носившихся по просторам Дикого Запада. Однако военное министерство встретило новинку прохладно, указывая на низкую угойную силу и абсолютно игнорируя как скорострельность, так и высокую точность на небольших расстояниях. Мистер Винчестер с такой неудачей не примирился и в 1873 году предложил армию 15-зарядный Винчестер со штыком, причем калибр оружия был унифицирован с калибром кольтовского револьвера Писмейкер Миротворец, что облегчало проблемы со снабжением боеприпасов. Не была забита и штатская, но тянувшаяся к оружию публика, которая могла выбирать между 11 и 13 зарядными вариантами карабина. Убойная дальность новой модели достигала тысячу шагов, но чиновники из военного министерства снова сморщили нос, заявив, что с таким оружием увеличатся расходы на патроны. Трудно сказать, присутствовала ли здесь коррупционная составляющая или же просто происходила оптимизация бюджета, но вместо Винчестера кавалерия США получила однозарядные карабины Шарп и Спрингфилд. Сам Винчестер между тем расширял линейку продукции. Количество различных модификаций его детище 1873 года под разные калибры и разные патроны увеличилось до 12, и штатские раскупали их на ура. Более того, самые предприимчивые торговцы оружием перепродавали Винчестера индейцам, которые в то время активно сопротивлялись покорению диков запада. А тем были хорошими воинами, и как говорили, один из торговцев каждый стоил 50, если не 100 наших болванов, одетых в униформе. Конечно, торговец преувеличивал, но рациональное зерно в его заявлении не было. 26 июня 1876 года у реки Литтл Бигхорн индейцы под предводительством вождя сидящего быка уничтожили отряд генерала Джорджа Кастера. Как показали раскопки на месте боя, сгрудившиеся на холме Янки были вооружены штатными Шарпами и Спрингфилдами. А вот у индейцев имелись Винчестеры, и они просто подавили своих врагов шквальным огнем. Потери американцев 266 убитых, потери индейцев раза в два меньше. Возможно, именно это изречение вспомнил Оливер Винчестер, подписывая контракт на поставку оружия для турецкой кавалерии. Армия Османской империи в середине 1870-х годов перевооружалась, что скоро почувствовали на себе и наши соотечественники. Когда в 1877 году начали войну за освобождение Болгарии. Судьбоносной для хода кампании стала осада Плевны, мощной крепости, под которой русская армия застряла почти на 5 месяцев. Взять ее удалось только измором. Но перед этим было три неудачных штурма. Во время 2-го 30-го июля турецкие кавалеристы передали Винчестеры пехотинцам. И те, располагая огромным боезапасом по 600 патронов на каждого, открыли шквальный огонь, через который наступающие так и не смогли прорваться. На одного убитого турка приходилось трое погибших русских. Сказали свое слово Винчестеры и во время самого кровопролитного 3-го штурма 11-го сентября. Выводы были сделаны, хотя и с опозданием. В 1895 году Россия закупила в США крупную партию Винчестеров под патрон 7,62 мм, снабженных штык-ножом. Чем больше трупов, тем лучше была репутация у оружия. Уже в 1878 году фирма Кольт выпустила некоторое количество своих письмейкеров и армейских пистолетов, унифицированных под патрон Винчестера. Что можно было расценить как своеобразный реверанс конкуренту? Это оружие назвали Frontier 6 Shooter, шестизарядный пограничный револьвер. Главным здесь было слово Frontier, пограничный. Так американцы называли линию, отделявшую собственно Соединенные Штаты от Дикого Запада. Так Винчестер стал звездой Frontier, а затем и звездой выросшего на этой же теме жанра Вестер. В дальнейшем Винчестеры продолжали производить главным образом для охотников и как личное оружие граждане. Постепенно все больше обозначился уклон в сторону помповых гладкоствольных моделей, которые выпускались вплоть до конца 20 века. Но при всей авторитетности бренда, таких денег, как на военных заказах, в этом секторе не сделаешь. Дела фирмы постепенно пришли в упадок и в 2006 году был закрыт оружейный завод в Нью-Хэвене. Будет ли возобновлено производство Винчестера, неизвестно. Но место в истории это оружие себе обеспечило. Текст подготовлен Михаилом Антоновым. Публикуем в журнале «Военная история» номер 5 за 2015 год. Не забудьте подписаться на канал и оставить ваши комментарии. Субтитры создавал DimaTorzok